Всем привет! С вами Алексей и Полина. Лёша, я давно хотела у тебя спросить, кем ты хотела стать в детстве? Космонавтом. Значит, ты должен много знать о космосе. Ты, случайно, не участвовала в интеллектуальной игре «Что, где, когда», которая была посвящена Дню космонавтики? Нет. А когда она была? Она была сегодня. Подробности мы узнаем в следующем репортаже. С вами Филдова. Сегодня в красном зале главного корпуса проходила интеллектуальная игра «Что, где, когда», приуроченная к празднованию Дня космонавтики. Приять участие может каждый желающий. Результаты конкурса смотрите на нашем сайте. Полина, а ты не на бюджете учишься? Нет, на платной основе что? Тогда тебя наверняка заинтересует новость о том, что часть суммы, которую ты платишь за обучение, ты можешь вернуть. Давай посмотрим следующий сюжет. С вами корреспондент ФИФУ-ТВ Кристина. Стало известно, что можно вернуть 13% суммы, затраченной на образование. Как это сделать, вам расскажет председатель Объединенного совета студентов Тажененко Никита. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, есть такая возможность, о которой подробно вы можете узнать из поста в нашей группе. Там приложен документ с подробной инструкцией. Базово скажу, что сумма за один налоговый период составляет до 120 тысяч рублей. Если же договор оформлен не лично с вами, а с вашими родителями, то до 50 тысяч рублей. Подробную инструкцию, какие документы нужно предложить, еще раз говорю, вы можете найти в нашей группе, в группе ОСС, а также посмотреть статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации, часть 2. Это, собственно, нормативное обоснование. Спасибо. Спасибо, оставайтесь в ФУТВ. На улице сегодня чудесная погода, правда? Да, если бы не практика, можно было бы пойти на стадион. А я и так побывал там сегодня. И чем ты там занимался? А этот увидишь в следующем сюжете. Здравствуйте, с вами корреспондент ФИФУ ДВ Алексей. И я спешу вам сообщить просто замечательную новость. На сегодняшний день на спортивном стадионе ДВФУ запланирована установка и монтаж волейбольных сеток. Одну из которых вы можете наблюдать прямо за моей спиной. Поэтому в скором времени жители кампуса смогут заниматься волейболом на свежем воздухе. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. А я вот не люблю активный отдых. Мне бы книжку почитать или фильм посмотреть. Тогда тебе обязательно нужно побывать на мероприятии Киноточка. О том, что это такое, расскажет наш корреспондент. Здравствуйте, с вами корреспондент ФИФУ ТВ Ирина. Как известно, завтра в кампусе пройдет мероприятие под названием Киноточка. Подробнее об этом нам расскажет Сергей Шубочкин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Завтра пройдет третий по счету Киноточка. Семь часов под лестницей. Вынесу третий фильм Сыщик. Киноточка – это дискуссионный клуб. Ну, не дискуссионный клуб. Это как кинопоказ, после которого люди обсуждают сам фильм, какие темы в нем были подняты, о чем вообще фильм, зачем мы его смотрели сейчас. Приходите, будет интересно. Завтра всем под лестницей. Все на Киноточку и просвещаемся. Полина, ты знаешь, что такое фандрайзинг? И что на самом деле существуют правила работы в социальных сетях? Нет, первый раз слышу. Откуда ты об этом узнала? Благодаря нашему корреспонденту, который побывал на обучающей ролевой игре под названием Университет студенческого самоуправления. Всем привет! С вами корреспондент ФИФУ-ТВ Олеся. В рамках ролевой игры Университет студенческого самоуправления проводят лекции и обучающие тренинги, для проведения которых пригласили тренера Ассоциации тренеров студенческой молодежи под лес на Викторию, которая подробнее вам расскажет об этом. Всем добрый день! Я являюсь тестованным федеральным тренером и, кроме того, организатором Дальневосточного лагеря семинара актива студенческого самоуправления, который называется ИРИС. Мы наш лагерь проводим уже на протяжении 7 лет, и к нам много раз приезжали ребята из Дальневосточного федерального университета, и в этом году они решили взять нашу модель и провести такой замечательный лагерь уже на базе этого университета. Я приехала сюда, чтобы, во-первых, как эксперт, во-вторых, чтобы рассказать ребятам такие интересные вещи, как фандрайзинг, пиар в социальных сетях, работа с пресс-службами и многое-многое другое. Спасибо Дальневосточного федерального университета за такую возможность, я считаю, что ребята справились с проведением этого лагеря и молодцы. Спасибо, оставайтесь с нами. Близится окончание семестра, и многие ребята уже начали собираться домой. Однако у большинства студентов возникают вопросы о выселении. Подробнее об этом в следующем сюжете. Здравствуйте, с вами корреспондент ФИФУ-ТВ Ирина. Многие студенты задаются вопросом, как ему выселиться из общежития. Мы хотели узнать у администраторов корпуса, но они отказали нам видеоинтервью. И об этой процедуре расскажу вам я. Вначале вы пишете заявление на имя ректора, образец которого вы найдете в нашей газете. Идете с ним к администратору, он проверяет наличие задолженности. Если они есть, вы их оплачиваете, потом сдаете белье. Идете в комнату с администратором, он проверяет наличие имущества, за которое вы подписывались. Вы собираете вещи, отдаете ключ, вам говорят «пока-пока», и ваша комната свободна. Всего доброго и до встречи! Интересно, а зрители поняли, почему у нас на заднем плане тучки? Я думаю, нет, ведь это не главное. Но только не в этом выпуске. Завтра ожидается пасмурная погода, но, как говорится, точный прогноз погоды на завтра вы узнаете только послезавтра. Над общежитиями повисли тучи. Если коротко о погоде, бррррр. Также хотелось бы поздравить победителя нашего конкурса Бориса Романюка, который написал в комментарии правильный ответ Викторини. Ждем вас, Борис, в пятницу. Приходите за вашим заслуженным призом. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до завтра! Оставайтесь с ФИФУ-ТВ!